В Югре отметили День Героев Отечества. Сегодня в Хантывансийске почтили память погибших военнослужащих и возложили цветы к вечному огню. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий и их родные. День Героев Отечества берет свое начало в 18 веке. Именно тогда Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца. В современной России эта награда существует с 2000 года. Впрочем, этот праздник не только для кавалеров этого ордена. В Югре сегодня проживают около 2000 ветеранов Великой Отечественной войны, а также больше 9000 участников локальных войн. Юра, конечно, своих героев чтит и помнит. Даже здесь наша взятия аллея героев. Даже прогуливаясь с дочками, мы постоянно идем, смотрим на них. И такое трепет и волнение. Ну и, конечно, за наших земляков, уже, можно сказать, здесь проживших 20 лет, я считаю, что Югра – это моя уже вторая родина. Я горжусь ими, что у нас есть такие люди, как наши герои. Наталья Комарова встретилась с участниками Великой Отечественной, а также с родными погибших героев в неформальной обстановке за чашкой чая. Говорили не только о военных событиях, но и о подвиге вообще, которому есть место и в мирное время. Это мы, югорчане, это мы, россияне. И я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в душе, в памяти, в представлении о жизни первое и главное – это уважение к тому, что кто-то сделал. И второе – желание сделать самому для других людей все то, что от меня может понадобиться в силу моей профессии, в силу той работы, которую я выполняю, просто по человеческому зову.